Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией, которая сложилась вокруг противоракетной обороны государства НАТО, сложилась в Европе. Напомню историю. Она довольно сложная и соединенными штатами, и со странами НАТО по тем вопросам, которые касаются противоракетной обороны. Я вспоминаю, что когда президент США в сентябре 2009 года пересмотрел планы своего предшественника по противоракетному строительству США в Европе, мы отреагировали на это вполне позитивно. Данное решение было разумным, и оно помогло заключить важный договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который был подписан не так давно, и в котором четко зафиксирована неразрывная взаимосвязь между стратегическими вооружениями и противоракетной обороны. Еще раз хотел бы сказать, что это было большим достижением. Однако затем Соединенные Штаты начали реализацию нового противоракетного плана, получившего название так называемого поэтапного плана. Именно он вызывает нашу озабоченность. Дело в том, что в перспективе он предусматривает размещение соответствующего потенциала ракет и других противоракетных средств вблизи российских границ и в примыкающих к России акваториях. Год назад на саммите Совета России и НАТО в Лиссабоне мной была выдвинута инициатива создания в Европе совместной системы противоракетной обороны. Потому что если заниматься ПРО, то мы предложили заниматься этим совместно. Такой системой, которая была бы построена по принципу секторов, когда каждая сторона отвечает за определенный сектор. Более того, мы и далее делали предложение. Мы были готовы к ее дальнейшей модификации с учетом мнения НАТОвских партнеров. Но так, чтобы сохранить главное. А главное в том, что Европе не нужны новые разделительные линии, а ей нужен единый периметр безопасности с равноправным юридическим участием российской стороны. Я убежден, что и сегодня подобный подход открывает уникальные возможности для выхода России и Североатлантического альянса на подлинно стратегическое партнерство. Ведь трение и конфронтацию в наших отношениях могут заменить принципы равноправия, неделимости безопасности, взаимного доверия и предсказуемости. К сожалению, Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие НАТОвские партнеры, не проявили серьезной готовности двигаться в этом направлении. Они не собираются, во всяком случае, на сегодняшний день учитывать нашу озабоченность архитектурой европейской ПРО на данном этапе. Нас лишь убеждают, что их планы не направлены против России. Причем говорят о том, что это не против вас, вы не волнуетесь, что называется, успокаивают. Но это на уровне исполнительной власти. А законодатели в некоторых странах прямо говорят нам, имейте в виду, это против вас. А когда мы ставим вопрос о том, чтобы положить это на бумагу в форме четких, недвусмысленных юридических обязательств, следует жесткий отказ. Мы занимаем разумную позицию, мы готовы обсуждать статус и содержание таких обязательств. Но наши коллеги, наши партнеры должны понимать, эти обязательства не могут быть общими, они не могут быть голословными. Их надо сформулировать таким образом, чтобы Россия не на основе обещаний, каких-то заверений, а по объективным, а именно военно-техническим критериям могла судить, как действия Соединенных Штатов, НАТО в области противоракетной обороны соотносятся с их декларациями. Что они делают? Не ущемляются ли наши интересы? Не взламывается ли стратегический ядерный паритет? А это основа современной безопасности. Мы не согласимся участвовать в программе, которая через относительно короткий промежуток, 5, 6, может быть 8 лет, способна ослабить наш потенциал сдерживания. Именно эта программа, европейской ПРО, она начала осуществляться. И, к сожалению, ее реализация идет все более быстрыми темпами. Она осуществляется в Польше, Турции, Румынии, Испании. Она ставит перед свершившимися фактами. Конечно же, диалог с Соединенными Штатами и НАТО в области ПРО будет продолжен. Об этом мы условились с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой совсем недавно, в ходе нашей встречи. Где мне вновь пришлось предельно четко изложить наши озабоченности. Время для того, чтобы прийти к взаимопониманию, еще есть. И у России имеется политическая воля для достижения необходимых договоренностей, которые могут открыть принципиально новую страницу в наших отношениях с Соединенными Штатами и Североатлантическим Альянсом. Если партнеры честно и ответственно подойдут к задаче учета наших законных интересов, интересов в сфере безопасности, то тогда, я уверен, мы сможем договориться. Если же нам будут предлагать сотрудничать или, скажем откровенно, работать против наших же собственных интересов, наш общий знаменатель, мы его не сможем достичь, он у нас не получится. И нам придется давать иные ответы. А наши действия будут выстраиваться сообразно реальному развитию событий. Причем на каждом предстоящем этапе реализации американского плана. В связи с этим, мною приняты следующие решения. Первое. По моему поручению, Министерство обороны России незамедлительно введет в боевой состав радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении в городе Калининграде. Второе. В рамках создания системы воздушно-космической обороны России в первоочередном порядке будет усилено прикрытие объектов стратегических ядерных сил. Третье. Стратегические баллистические ракеты, которые поступают на вооружение ракетных войск стратегического назначения и нашего военно-морского флота, будут оснащаться перспективными комплексами преодоления ПРО и новыми высокоэффективными боевыми блоками. Четвертое. Вооруженным силам мною поставлена задача по разработке мер, обеспечивающих при необходимости разрушение информационных и управляющих средств системы ПРО. Указанные меры являются адекватными, эффективными и малозатратными. Пятое. Если перечисленных мер будет недостаточно, Российская Федерация разместит на западе и на юге страны современные ударные системы вооружений, обеспечивающие огневое поражение европейского компонента ПРО. Одним из таких шагов станет развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградском особом районе. Будут подготовлены, а по мере необходимости реализованы и другие мероприятия по противодействию европейской составляющей американской противоракетной обороны. Далее. При неблагоприятном развитии ситуации Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения и, соответственно, контроля над вооружениями. Кроме того, учитывая неразрывную взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, могут возникнуть основания для выхода нашей страны из договора об СНВ. Это предусмотрено самим смыслом договора. Тем не менее, еще раз хотел бы подчеркнуть. Мы не закрываем дверь ни для продолжения диалога с Соединенными Штатами и Североатлантическим альянсом по вопросам противоракетной обороны, ни для практического сотрудничества в данной сфере. Мы к этому готовы. Однако путь к такой работе лежит через создание четкой правовой базы нашего взаимодействия. Такой базы, которая обеспечит учет наших законных интересов. Мы открыты к диалогу и рассчитываем на разумный и конструктивный подход со стороны наших западных партнеров.